Нусиби-тюркский народ, Нушиби-пиньинь, Нушиби, было собирательным названием пяти племен правого, западного, крыла в западно-тюркском каганате, и члены конфедерации десяти стрел, встречающиеся в китайской литературе, древне-тюркский, латинизированный, онок. Упоминания о Нушиби появились в китайских источниках в 651 году и исчезли после 766 года. Племена Нусиби заняли земли западно-тюркского каганата к западу от реки или в современном Казахстане. Другие ученые этимологизировали Нусиби, не имея в виду Шадапита. Енош Хармата реконструировал Нушиби как Нусипир, Нусипир, иранскую, означающую хорошие всадники, снухороший, эсэр. Древнеперсидский наиба, иосара, асвабара или асаря, эсэр. Сакаса лошадь, древнеиндийской баре, солдат. Нурлан Кинжи Ахмед этимологизировал, эмээс, нусид пьет, как китайскую транскрипцию сакдийских нсипык, нисибик, нсмы, нисами, что означает турок 6-7 веков нашей эры. Они обычно носят три или пять длинных косичек, часто собираемых в одну длинную косу. У них есть пальто длиной до щиколотки с однотонными рукавами и двумя лацканами. Такая мода на воротник впервые появилась в Хатане Блистурфана, традиционная тюркская земля, во 2-4 веках нашей эры. У них низкие черные остроносые сапоги. Они носят золотые браслеты с лазуритом или жеемчугом. Западно-тюркский каганат после раскола первого тюркского каганата в 604 году в западно-тюркском каганате изначально было трехплеменное правое крыло Нушиби и пятиплеменное левое крыло Дуолу. Позже два племени Нушиби, Аскал и Кашу, реорганизовались. Каждая из них разделилась на два племени, в результате чего общее количество достигло десяти. Отсюда и общее название «Унок» — десять стрел. Оба Нушиби и Дуолу принадлежали к тюркским племенам чуйской группы и говорили близкие диалекты. Переход господства от группы Дуолу к Нушиби имел результат, отразившийся на всем эразийском континенте. Нушиби контролировали и извлекали выгоду из эксплуатации своего участка трансконтинентальной торговой дороги, Шелковый путь, и были в союзе с Сагдианом, цепочкой небольших оазисных княжеств, которые также были членами западно-тюркского каганата и служили основными операторами Шелкового пути. Интересный шибик операции по Шелковому пути привел их, помимо сагдейцев, в коалицию с Византией и Китаем. Две другие сверхдержавы, заинтересованные в торговле между Востоком и Западом. На Западе в коалицию вошли хазары на Северном Кавказе и булгары в степях Северного Причерноморья. Этому мировоззрению противостояла коалиция двух других держав – Персии и Восточно-Тюркского каганата, которая привела к Первым мировым войнам раннего Средневековья VII века. Летописи как царь Севера Столица располагалась к северу от Оазиса Чач, современный Ташкент. Период господства Нушиби был прерван в 628 году объединенным восстанием племен Карлуков и Даулу и последующей смертью Тонг Джабгу Кагана от рук его дяди. В Междуцарстве, во главе со своим дядей Кюлюк Сибирхан с названием Богатур Каган, фракция Даулу восстановил свое прежнее доминирующее положение. Переворот привел к значительным последствиям. В 630 году Богатур Каган должен был предоставить булгарам независимость и позволить им реорганизоваться под тем, что стало известно как Великая Болгария. Нушиби оппозиции узурпатора возглавил Ашин Анишу, линейки с седлом в Пайкент, правившего Бухарская область. Сибирхан был убит в 631 году. Нушиби установил их избранного сына Тонг Джабгу Кагана с титулом Ирбис Ишбара Сэр. В 647 году западно-тюркский Каганат был разделен на два независимых государства в результате договора по реке Или. Период независимости длился до возникновения второго тюркского Каганата. В 667 граммах крыло Нусибианка объединилось с Тибетом. Около 720, компания под руководством Кульской Тигин разгромила силы племенного союза Нушиби во главе с Изгил, Изгиль, племени, и подчинил бывшее западное крыло, которое с того времени исчез из литературы. Эпизод военного похода упоминается в надписи Бильги Кагана Архонских надписей. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.